1 ноября отмечался День пожилого человека. В этот праздник принято отдавать дань уважения и любви тем, кто на протяжении всей своей жизни дарит свою любовь детям, внукам и правнукам. Каждая из семья держится на любви и памяти старшего поколения. Благодаря их подвигу и труду, возможно, сама наша жизнь. 1 октября, в День пожилых людей, председатель Госсовета Хаса Республики Адыгея посетил на дому жителей республики, достигших возраста 100 и более лет. Таких долгожителей в Адыгее проживает 24 человека. Одна из них – жительница Кашхабовского района, а именно Бличепсинского сельского поселения Баблина Скачеревина-Ожева. В этом году она отметила 102 года. Я хочу сегодня от имени Мурата Корольбевича, главы республики Адыгея, от себя, от депутатского корпуса, сегодня поздравить с замечательным событником, сегодня день пожилого человека. Вам, значит, в августе месяце исполнилось 102 года. Мы посмотрели ваш жизненный путь. Он был и сложным, и трудным. Но вы, как человек, как мама, как бабушка, как прабабушка, как член своей семьи, значит, трудно себе представить, когда вы даже не увидели своего родного отца. Случилось так, но были такие трудные годы. Но вместе с тем, со своими братьями, со своими членами семьи, со своей мамой, со своим замечательным мужем, вы прожили достойную, красивую, трудную, но вместе с тем ответственную жизнь. Значит, вы отдали свои лучшие годы родному хозяйству. Не буду перечислять те должности, на которых вы были, но вы ответственно относились ко всем тем поручениям, ко всем тем, как говорится, делам родного колхоза, родных жителей сегодня, своего родного аула. Значит, надолго, надолго сегодня вы остаетесь и будете оставаться в памяти своих сегодня аульчан. Я вас еще, от чьей души, хочу пожелать вам здоровья, тепла, уюта, благополучия, родных и близких, которые рядышком с вами, чтобы вы достойно, как и в былые годы и сегодня, представляли родной аул, представляли родных своих, как говорится, аульчан. И вот те, значит, вопросы, которые касаются сегодня обрядов, которые касаются сегодня родного языка, которые касаются сегодня всех тех вопросов, как должны жить сегодня люди на нашей планете, вы делали и продолжаете делать очень хорошее, нужное, необходимое, как говорится, дело. Поэтому еще раз от всей души, от имени главы, от себя, от имени депутатского форума, поздравляю вас и дай бог, чтобы мы еще не один раз могли бы подъехать к вам и отпраздновать, как говорится, еще, значит, события, связанные с долголетием. Владимир Наружный подарил баблине-скочеривне цены, подарок, фруктовый набор и цветы. Ну и безусловно, чтобы вы могли смотреть сегодня новости родной республики Адыгея, как движется народ республики Адыгея. Вот этот телевизор я вручаю сегодня и от имени главы, и от имени сегодня депутатского корпуса. Спасибо вам большое. Еще раз, самое доброе пожелание. Я прожил век и не сладкое, и не хородное. И бывало такое трудности, и бывало такое. Но с мужем очень хорошо мы жили. 27 лет нет уже супруга, да? Да, 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 да. Самое, самое сладкое, самое лучшее в жизни он ушел от нас. Вот что мне жалко. Да, безусловно. Ну, правда, я не болела так сильно. Я не чувствовала таких, поэтому я все держала, я все терпела. Слава Богу. Дай Бог счастья, дай Бог здоровья. Дай Бог на свете, какой бы они ни было, мирно жили, спокойно жили. Чтобы без войны, без ничего. Спасибо. С таким замечательным праздником эту милую женщину поздравили председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и директор Комплексного центра социального обслуживания населения Сальман Малахов. От души хочется поздравить вас сегодня с Днем пожилого человека, пожелать долгих лет жизни, хороших поводов, чтобы мы приходили сюда не один раз. Пусть мир, пусть радость, пусть здоровье в этом дворе. Вам от души, это букет. Спасибо большое. Дай его счастья, дай его здоровье. Как цветы, чтобы все жили. Как вот эти цветы. Достойный жизненный путь, достойный пример. Пример долголетия, пример, как нужно жить, как себя держать, чтобы все у вас получалось, и еще долг лет жизни. Добрый праздник. Несмотря на все тяготы, выпавшие на ее долю, Баблинаска чревна никогда не падала духом, радовалась каждому дню своей жизни, и, наверное, в этом ее счастье. За счастье, за счастье, за счастье, за счастье, все дадим ажидянам дипежа. Это во-первых. Все на пасута, все дадим, погиб трое. Сын шележал, ух, 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 вот, на первый раз. В 1937 году школа окончила. В 1938 году детсадыком шележал. Абакача, теку, и тана полеводской бригады, шашатся, кхар, зи, учетчик, цунжа, ашады, год за шележал. Абакача, аура, аура, за аркейшаш, абэ, за армигом, пари шахам, пари для жахам, кубкам, кубкам, са куассер на жах. Абай уже дано 47 годом. Как-то, экши седьде активно, семилетнее образование на хиси, азар шатун. Хов, хоза, шашо, ажабей, старший учетчик, 7 человек с учетчику. Тридцать два года. Тридцать два года, когда я был в Ужжи, кладом судажа, бригадом судажа, учетчиком. Три объекта сухом. После этого, сегодня хоть сухой, в колхозе приходилось. И что. После пенсии это был очень быстро. Потом снова и опять застать по сути, а когда я был в Ужжи, потом в рамках у сухой, я в Мирюшб, и я отч мероприятия. Потом я был в Ужжи. И я отчетел сюда. Там, где я отчет, сухой. Когда я был в Ужи, я отчетел, отчетел. Хочется пожелать баблиниска чревня здоровья и мирного неба над головой.